Во имя Отца и Сына и Святого Духа Храм в советское время, что не разрушен был этот храм, как многие тысячи храмов и монастырей. Хотя и оскверненный был, без пола, без дверей, без окон, все было убрано и уничтожено, что было здесь. Мы собираемся здесь сегодня в храм, чтобы сказать Матери Божией, мы любим Тебя, Пресвятая Богородица, спаси нас. Мы собираемся, чтобы напомнить историю Ветхого Завета и Нового Завета. И в этой истории так многое сказано о Божьей Матери. Сектанты не видят этого и говорят, а где, что сказано о Божьей Матери в Священном Писании. А еще на самой заре истории человечества Господь говорит, что семя жены сотрет главу змия. Он говорит о Пресвятой Богородице, жена, которая родит от Духа Святого, Сына Божьего, Господа нашего Иисуса Христа. Эти слова или другими словами, но мысль эта была сказана многими святыми пророками Ветхого Завета. Они все предсказывали о том, что на землю придет Бог, но что Он придет через Пресвятую Деву Марию, что она будет лестницей, по которой с неба на землю сойдет ради нас и ради нашего спасения Господь наш Иисус Христос. Что она будет дверью, через которой пройдет Бог, чтобы совершить наше спасение. Они говорили, например, пророк Исаия, «Все Деву в очреве приимет Родицина» и на реку Тиме Ему Эммануил, что значит «С нами Бог». С нами Бог через Пресвятую Деву Марию, которая стала Матерью самого Бога. Она своим трудом, верой, чистотой души и тела, она приготовилась стать Матерью Бога в Храме Иерусалимском, когда ее трехлетнюю девочку, ее родители Эмману, привели, чтобы она там воспитывалась, чтобы она там училась, чтобы она там молилась и стала бы Храмом Бога самого. Она стала действительно вместимая такая, что Бог не умещается в этом мире. Она вместила Его в Своей утробе и родила нам Бога, дала Ему наше человеческое тело от Себя Самой. И, конечно, мы сегодня прославляем ее чудотворную икону Адегитрию именуемой, или по-нашему Смоленская, потому что она долго уже была в Смоленске, в городе Смоленске. Ибо эта икона прославилась очень многими делами, очень многими чудесами, защищая нашу Родину, наш народ и нашу Святую Церковь. Но мы, в принципе, воздаем сегодня поклонение, благодарение, хваление самой Пресвятой Богородице, прославляя ее, одну из ее чудотворных икон, в честь которой посвящен наш Святой Храм. Смоленская Адегитрия или, другими словами, еще путеводительница, она идет вместе с нами по этому пути. О, как тяжело идти по этому пути, каждый из нас знает. Ну, а если бы мы еще жили по заповедям Божьим, а если бы мы еще слушались Бога и исполняли все то, что Он говорит, хотя Он и говорит, что иго мое благо и бремя мое легко есть, но как все же тяжело нести это иго и бремя Господа и Иисуса Христа, потому что нас искушает плоть наша, нас искушают другие люди, нас искушают бесы и демоны, которые, хочет, нам погибли. И все это надо мудро перенести и пройти этим путем Царство Божие. И вот на этом пути нам помогает особенно Пресвятая Богородица и ее чудотворная икона, путеводительница Адегитрия, в честь которой посвященный наш Святой Храм. Вы знаете, что по преданию этот образ был написан апостолом и евангелистом Лукой. Он был и врачом, он был и художником. И вот он написал этот образ для Антиохийской Церкви, затем этот образ был перенесен в Иерусалимскую Церковь, Иерусалим, затем он был перенесен в Константинополь, и потом он был перенесен в Россию, Киев, Выжгород, и потом был перенесен в Смоленск. И там он с 12-го столетия находился и находится, и он прославился этот образ многими и многими чудесами, потому что в беде нашей, когда беда, когда война, когда злые люди, враги нападают на Россию, вот тогда мы обращаемся к Богу, и особенно к Божьей Матери, и просим Ее, Пресвятая Богородица, спаси нас. Перед этим чудотворным иконой этим образом молились воины в 1812 году, в 1812 году они молились и в последнюю войну с фашистами, особенно этот образ помогал и помогает. И сегодня эта святая икона очень помогает всем нам нести то бремя нашего креста и нашей земной жизни. И, конечно, мы надеемся, мы верим, что мы будем молиться, и Матерь Божия услышит и защитит нашу страну, наш народ, нашу церковь от всех тех врагов, которых так много сегодня у нас есть. Это весь Запад, это Америка, это Восток и Запад, это люди, которые бы хотели разрушить нашу страну. И все то, что есть на нашей стране, на нашей земле, захватить и заграбить себе. И мы сегодня, совершая престольный праздник в этом храме, должны усердно помолиться за правителей нашей страны, чтобы Господь помог им и умудрил, чтобы они были сильными и не боялись врагов, чтобы они не грешили, чтобы они делали добро. И все это будет видеть Матерь Божия и, конечно, защитит наш народ, если правители наши будут мудрыми, чистыми, честными, не будут ворами, не будут пьяницами и блудниками, не будут грешить, а будут думать о своем народе, о своей стране, о своей нашей Святой Церкви Русской. Мы сегодня имеем большую радость, что с нами Матерь Божия. Мы помним, например, праздник Покрова Божьей Матери, как Андрей и другой Епифаний видели Матерь Божию на воздухе в храме, стоящую и молящуюся за народ, который собрался в храме. Я верю, что и сейчас Матерь Божия с нами. Она нас видит, она слышит нас, она защитит нас, наш город, в котором мы живем, наших людей и гостей, которые приехали сегодня сюда, защитит от беды, от болезни, от неправды, от всех бед, которых так много в нашей жизни встречается, потому что она именно для этого посланная на землю самим Богом. Вы помните, как она сама говорила, что никто тощий и неуслышан не уйдет от меня. И, конечно, что она всегда помогала апостолам, христианам, и нам тоже помогала и помогает, и, думаю, будет помогать нашей внесении, нашего креста, нашей духовной жизни. Мне бы хотелось вспомнить несколько слов из Евангелия, когда Господь пришел в Матрию Божию с учениками в Кану Галилейскую. И там было, ну, пустяк, казалось бы, но вот этот пустяк Матерь Божия обращает внимание и просит своего сына Господа Иисуса Христа, помоги им, свадьба же, а у них вина нет, они бедные. И Господь говорит ей, еще не время, но потом совершает чудо, поретворяет воду, вино, и отдает этой свадьбе. И радость наступила в этой свадьбе. О, как бы хотелось, чтобы Господь по молитвам Божьей Матери перетворил наши сердца в любящие сердца. Перетворил или помог бы нам покаяться и из грешников стать святыми и чистыми перед лицом Божиим. Конечно, Матерь Божия это делает. Мы только должны услышать, послушать, что она говорит своему Сыну и Господу нашему Иисусу Христу. И вот мы еще можем вспомнить слова, вот как Христос вот так благословлял и проповедовал Евангелие, и одна женщина, слушая из толпы людей, как Христос проповедует, говорит, «Блаженная чревоносившая тебя, и сосая же и сессал». Она говорила похвалу Пресвятой Богородице. Она говорила благодарные слова Матери Божией. Ей благодарные слова говорили и святые апостолы, и первые христиане, которые жили на земле. И до сегодняшнего дня, две тысячи лет, уже мы говорим ей благодарные слова. Почему? Да потому, что действительно, она наша небесная покровительница и молительница и спасительница. Хотя мы знаем, что у нас один Бог, Спаситель, Господь наш Иисус Христос, но Матерь Божия тоже Спасительница. И вот почему мы говорим ей, Пресвятая Богородица, спаси нас. В то же время нужно подумать нам, что вот мы все с вами грешные, и каждый грех наш – это новая рана на теле Господа Иисуса Христа. Это новое страдание Спасителя. Из-за нас Он страдал и страдает. Когда мы грешим, Он опять страдает. И в то же время мы говорим Матери Божией, Пресвятая Богородица, спаси нас. Но представьте себе, что у какой-то женщины, жены, сейчас это подчас часто бывает, убили сына. А потом эти убийцы пришли к ней и говорят, ну прости нас, ну спаси, освободи нас от тюрьмы, скажи прокурорам, судьям, чтобы нас не посадили. И вот как этой маме, которая потеряла своего сына, простить этим людям? Очень трудно, очень тяжело. Но она, может быть, если добрая, прощает, потому что и Бог ей простит, если она прощает. Ну а тут Матерь Божия, мы все виновны в смерти Ее Сына, Господа Иисуса Христа. И каждый день мы приходим много раз к ней и говорим, Пресвятая Богородица, спаси нас. И вот как ей тяжело бывает часто нас защищать, просить у Бога нам прощения и помилования. Конечно, бывает тяжело. Но она это делает, потому что она избрана из нашего рода. И, конечно, мы все радуемся тому еще, что она явилась настолько высокой и чистой, что мы славим ее, как честнейшую Херувим и славнейшую в исправнении Серафим. Вот на какую высоту она подняла человеческий рот. Вот как она высоко поднялась своей верой, любовью, надеждой, чистотой, молитвами и постом. Насколько она стала выше даже архангелов и ангелов. И, конечно, за это ей сердечная наша благодарность и поклонение. И давайте будем и дальше, насколько Господь благословит нам. Будем ходить в этот храм, в кабинет Пресвятой Богородицы. Будем благодарить ее за то, что она нам помогает и надеяться на нее, что именно она нам поможет пройти через старость, через болезни, через физическую смерть, через смитарство, через частный суд. И, конечно, что она нам поможет освободиться от ада и грехов и в страшном суде. Вот наша на нее надежда, вот наша любовь к ней. И мы сегодня радуемся, что с нами она в этом святом храме, что есть в нашем городе вот такой кабинет Пресвятой Богородицы, куда мы каждый день можем прийти и поплакаться перед Матерью Бога и нашей мамой, потому что Господь усыновил Иоанна Богослова Пресвятой Богородицы своей Матери, а в лице Иоанна Богослова всех верующих людей Господа Иисуса Христа. Поэтому мы все ее дети, поэтому она наша мама, поэтому у нас есть на нее надежда. Кому придешь, как не к маме родной, если она еще живая, и поплачешься, и скажешь, что плохо мне, или хорошо, или что-то еще мне не хватает, конечно, к маме придешь, да даже если она уже в ином мире, придешь на кладбище, и там на могиле своей маме скажешь благодарственные слова, поплачешь ей, и тебе станет легче. А мы имеем возможность ежедневно прийти в кабинет Матери нашей Небесной, Пресвятой Богородицы, и сказать все от души, что есть у нас недоброе, тяжелое, чем мы нуждаемся, что мы хотим получить от Бога. И по ее молитвам Господь наш Иисус Христос совершит, даст, поможет нам в несении нашего земного креста в нашей жизни. Сердечно всех благодарю, кто уже 25 лет, уже чуть даже больше, 26-й год идет, был вместе с нами. Здесь есть старожители, здесь есть свидетели, как открывался храм, какой он был, как мы трудились и восстанавливали его, как помогали многие люди, как приходили сюда первые певцы, чьицы. И с этого храма вышли многие ребята, которые стали священниками. Есть свидетели того, как все это совершалось в течение вот 25 лет. И я благодарен сегодня Богу и Божьей Матери, что они меня терпели, и терпят вот уже сколько лет несения своего пастырского служения в этом святом храме. И я благодарен Богу и Матери Божьей, что я уже 25 лет благочинным, являюсь послушанием такое, несу перед Богом и своим священным началием. И что есть у меня много друзей священников, и что я соответствую, я хотел соответствовать, не знаю, насколько оценят пастыри и другие люди, что я хотел бы соответствовать слову благочинный. Я бы хотел совершать только благие добрые дела, только благочиннее творить. Насколько это мне удалось, я думаю, что Бог сам оценит. Я благодарю сегодня всех вас, особенно за ваши святые молитвы, посредством которых вы меня вернули к этой земной жизни. И я сказал, однажды сказал Матери Божией, буду каждый день служить, буду молиться, сколько еще мне Господь даст жизни, и буду просить Бога, чтобы никто не болел, а если и заболели, чтобы имели терпение, и чтобы эта болезнь была во спасение каждого из нас. Сердечно всех вас поздравляю с престольным праздником, желаю вам помощи Божией, и пусть Матерь Божия покроет всех нас своим счастливым афором. Аминь. С праздником всех вас!